Додатковый час Сразу скажу, я обслуживал эту игру в качестве арбитра. Игра получилась очень интересная, очень боевая, достаточно сложная для судейства, потому что обе команды играют быстрый футбол. Обе использовали, по крайней мере, в первом тайме в нападении двух малышей, которые постоянно создавали проблемы для защитников, очень резво перемещаясь по полю с мячом и без него. Игра началась с того, что Легенда забила, она забила буквально на пятой минуте, но там было положение вне игры, поэтому в протоколе этого было. Затем счет открыла «Благодать», Сухоцкий выиграл борьбу у защитника, сбросил, партнера Валениченко забил гол. Легенда очень быстро отыгралась. Вообще, следует сказать, что у команд были проблемы с составом, у Легенды не было четырех человек. «Благодать» и это уже не первый раз в этом сезоне была без вратаря. На воротах стояли поочередно полевые игроки. Мы посмеялись, что не по голу, конечно, но один получил два мяча, а второй ничего не получил. Три мяча все один и тот же пропустил. Серый стоял на воротах, Серый. Значит, счет стал 1-1, потом «Благодать» забила два мяча. Похожие моменты тоже. Маленькие юркие нападающие убегают от рослых защитников Легенды. И на перерыв команда ушла со счетом 3-1. После перерыва Легенде сразу практически удалось, сравняя, сократить разрыв в счете. И на 73-й минуте ударом со штрафного они забили третий пол. Последние 15-20 минут проходили в равной борьбе. «Благодать» выпустила Серого в поле, пытаясь усилить нападение. В общем-то, особо ничего из этого не получилось. Уже в добавленное время был момент Десюка, но он попал прямо в голкипер. Так что боевая ничья. Я, Саша, даже не знаю, что можно добавить такому разлогому описанию. Единственное, я скажу, что Легенда действительно впечатляет. Во второй части сезона Абыра-Насия. По-моему, две ничьи. У них с Нюлайфом 4-4 и с «Благодатью» 3-3. Команда много забивает. Команда на ходу. «Благодать»! Вроде у команды Димы Хлопячева началось все налаживаться. И опять нет вратаря. Более того, появление игрока команды «Мастеров» в воротах – это, конечно, событие. Тоже, наверное, для нашей линии. Ну да. Ну, я так понимаю, что «Серва» поставили на вороты из-за его ростов. Он же там 2 метра ростов. Ну, я думаю, что обе команды показывают действительно хороший, интересный футбол. Им стоит пожелать удачи. Дай Бог, чтобы у них все получало. Сто процентов, сто процентов. Ну, вторая игра «Атлант Старс» – счет 2-3. В принципе, конечно, можно было ожидать такую игру, я думаю, результативную. Потому что на «Драйзера», особенно в исполнении «Атлант» и «Игорь» всегда результативная. Команда много довольно-таки забивает. Ну, и достаточно пропускает. Борется всегда до последней минуты. Ну, я вот помню игру первого круга. В этом «Атлант» выигрывал 3-2 и пропустил два мяча на 89-90 минуте и проиграл «Старс» в 4-3. Здесь «Старс» выигрывал, по-моему, 2-0, да, по ходу игры. Потом 2-2 и за три минуты до конца «Старс» выиграл победу, которая, кстати, первая после летнего перерыва. Поэтому можно поздравить ребят со «Старса», но в «Атланте» я не сомневаюсь, что эта команда поднимет голову. Команда с характером, команда очень мощная, команда такая, единый организм, поэтому думаю, что, в принципе, наверное, чуть-чуть класса у «Старса» побольше, поэтому здесь, наверное, это и сказалось. Кстати, стоит отметить, что у «Старса» на воротах стоял тоже полевую игру «Дима Руженцев». Ну, раз «Старс» выиграл, ну, неплохо, наверное. Фарсовый вратарь, да, можно ставить дальше. Кстати, по первой игре я заметил, что в этом туре мы лишились чемпиона. Да, возможно, возможно. То есть еще перед прошлым туром «Благодать» была чемпионом. Вот когда в прошлом туре она сыграла в ничью, а «Самсон» выиграл, то разрыв между командами сейчас уже составляет 17 очков за 5 туров до конца. Ну, несмотря на то, что там есть игра в запасе, то уже роли никакой не играют, потому что у «Самсона» она тоже есть. Поэтому, в принципе, уже можно говорить о том, что у нас ничем. А кто будет чемпионом? Мы пока что. Ну, еще 6 туров. Да, да, да. Ну, это у вас 6, у остальных 5? Да. Ну, Саш, следующую игру, я думаю, лучше тебя, наверное, я не расскажу, поэтому. Да, да, да. Стоит «Березняки». Тоже интересно, тоже в воротах одной из команд стояли полевые игроки и тоже двор. Ну, прямо тур полевых игроков на воротах. Да, то есть у «Интера» был очень неплохой состав, их там собралось человек 20. Но, что самое интересное, что среди этих 20 человек вратарях все-таки не было. Точнее, он был, он был травмирован, еле ходил. Его они в итоге поставили на ворота во втором тайме, потому что первому не поставили полевого игрока. Почему-то «Интер» пошел по другому пути, не так, как было «Лайдай». Он поставил самого маленького. То есть там вратарь был где-то метр шестьдесят. Высто за мячом бегом за ворот. Ну да, но как бы «Березняки» в общем не очень удачно эту игру сыграли. Даже сложно объяснить почему. Ну, наверное, во-первых, очень сильно мешал ветер, против которого «Березняки» играли в первом тайме. Если знаете, то кто выходил в воскресенье на улице, то был достаточно сильный ветер. И первый там «Березняки» играли против «Ветра». И «Интер» имел гигантское преимущество в скорости. То есть любая позиционная ошибка защитника, и дальше уже догнать нападающего было просто невозможно. То есть к тридцать шестой минуте интервьюл 3-0. Все голы-близнецы одинаковые. Прорыв по левому флангу с участием кутового обычного. И потом идет розыгрыш лишнего и гол. Где-то вот на тридцать шестой минуте «Березняки», распадясь в центре поля, ударили поворотом, попали в девятку. Вратарь отбил мяч на угловой. С этого углового «Березняки» забили один гол. Тут же забили гол со штрафного. Счет сказал 3-2. И прозвучал «Свисток» наперевок. После перерыва минут 15, наверное, было преимущество «Березняков». К сожалению, для нас, к сожалению, в створ-ворот толку мы так и не попали. В основном угловые, навесы. А потом прошла контратака и сбили игрока «Интера» в штрафной. Пенальти 4-2, но это было все уже ясно. Новый судья дебютировал. Кузнецов Алексей. В общем, оставил неплохое впечатление. Арбитр, служил от матча «Перереста города». Оставил очень приятное впечатление. Саш, у меня два вопроса по этой игре. Первое такое, потому что я был на одной из игр «Интера» с «Сия». Мне показалось, что за последние два года поле очень сильно ухудшилось. Оставительно. И второе, ну, всех интересует, когда «Березняки» уже выйдут, зоны были. Не знаю, не знаю. Ну, насчет поля скажу так. Это поле по-хорошему, вот если вспомнить годы там… Три года назад говорили, что это лучшее поле, когда «Интер» занимал второе место. Вот я вам скажу честно, что по-хорошему можно было спокойно объявлять протест и на это поле не выходить. Потому что поле заросло, трава по щиколотку, разметка условно сделана опилками, ее не видно вообще. Мало того, мы даже когда пытались фишки, которых было, по-моему, 6 или 7 штук на всю поле, это очень мало, прямо скажем. Обычно только штрафную площадку отмечают шестью фишками. Вот чтобы найти линии штрафной площадки, мы едва ли не лазили на Карачкар с Яриком Кутовым вместе. И, в общем-то, мы эти линии так и не нашли и приблизительно поставили. Ну, то есть, по-хорошему на таком поле играть нельзя. На первенство города его бы не допустили ставить. Ну, наверное, «Интер» тоже мешает играть. Команды исповедуют технично и футбол. Не-не-не, поле ни при чем, но знаешь, я тебе скажу, если команда регулярно играет на таком поле, на вот какой-то у нее все-таки появляется. Что касается «Березняковой» зоны воли, то вы же понимаете, что все команды, начиная с 10-го места, вот «Атланта», «Якс», «Хелска», «Тран», «Березняки», по большому счету они все синхронно проигрывают. Поэтому выход из зоны вылета, он может произойти буквально в 1-2 тура. То есть, для этого достаточно там одну-две игры выиграть и все. Но смогут ли это сделать «Березняки»? Не знаю. Календарь, если мы раньше говорили, что календарь хороший, теперь у «Березняков» календарь уже не самый радостный. В принципе, три игры с командами из верхней части турнирной таблицы. Это «Сеа Благодать» и «Динамо Отрадный». Ну и две, правда, с командами, которые чуть пониже. Это «Легенда», которая показывает очень хороший футбол, и «Атланта». Ну вот, как бы в этих двух играх надо пытаться, браточки. Не знаю. Будем пробовать. Ну, следующая игра «Катран Сумсон». Тебе, Катран Сумсон. Да, я внимательно наблюдал эту игру. Да, на самом деле, я вам скажу, что мне «Катран» очень понравился в этой игре. Очень понравился. Ребята были очень мотивированные. Показали довольно-таки агрессивную и целенаправленную манеру игры. То есть, мяч быстро доставлялся от своих ворот к воротам соперника. Команда очень резко шла на мяч, зарабатывала много стандартных положений. Вот где-то, наверное, команде не хватает остроты впереди завершений. Но, в принципе, конечно, по такой игре удивляет, конечно, тоже месторасположение «Катрана». Мне кажется, если бы команда проводила так предыдущие игры, я думаю, она бы имела другую позицию в турнирной таблице. Ну, в принципе, я думаю, что сказалась и большая сыгранность команды «Сумсон». И более высокий класс исполнения, потому что в тех моментах, когда надо было реализовывать моменты, то «Сумсон» эти моменты реализовал. Но еще раз скажу, что «Катран», в принципе, я думаю, что на правильном пути. Наверное, где-то было упущено время, потому что все-таки, если посмотреть, то команда после летнего межсезонья забила 12 мячей. Как для аутсайдера, который забил в первой половине за 15 игр 21 мяч, а сейчас за 4 или 5 игр 12, то, конечно, «Катран» в плане организации игры, как мне кажется, прибавит. Ну, тоже календарь у команды непростой, хотя, как ты сказал, Саша, здесь вопрос 3-4 очков, и все переворачивается с ног на голову. Поэтому тоже пожелаем «Катрану» удачи, чтобы команда с историей, с традициями, чтобы она выкарабкалась из этой опасности. Мне понравилась эта фраза, что «Катран» на правильном пути. То есть, 13-е место – это на правильном. Но игра в запасе есть. Я понял, я понял, что если есть. Но, тем не менее, прозвучало достаточно забавно. Да, вообще, кстати, все наши аутсайдеры, кроме Березняков, активно переносит игры, возможно, это стратегический ход. Ну, я тебе скажу, что, возможно, в конце можно ожидать определенных сюрпризов. Ну да, да. Сюрпризный вариант. Особенно интересная перенесенная игра в контексте нашего разговора – это «Катранка». Безусловно, это интересная игра, но я скажу, что там еще есть игры перенесенные, в частности, там «Сия Хэлф» перенесена игра. Как бы интересно будет посмотреть, когда она будет играться. То есть, вполне возможно, что к тому моменту «Сия» уже очки не нужны будут. Может быть, на это и есть расчет. Ну, «Хэлф» уже, получается, две перенесенные. А, они же одну вперед сыграли, я знаю. Поэтому у них одна перенесена. Ну, честно говоря, вот по игре «Катран-Самсон» она меня не столько удивила, сколько я в который раз слышу, уже слышал от «Динамовцев». Слышу теперь вот от Вани, что команда «Катран». Как-то мне не везет, наверное. Я никак не могу увидеть эту «Катран». Команду «Катран» на правильном пути, но может как-нибудь случайно с ней пересекусь. И так результат для меня, конечно, в общем, не видит. Ну, следующая игра, Саша, наняла и в «Динамо». Они играли сразу после нас. Я смотрел чуть-чуть, да? Ну, минут 60, наверное, смотрел этой игры. В принципе, я скажу, что «Нью-Лайф» был довольно-таки в неплохом составе. По-моему, не было только «Мороза», все остальные игроки были. Ну, «Мороза». Да, и, по-моему, у «Вратаря» снова не было. Вот. «Динамовцы» тоже были с потерями. По-моему, довольно давно не играет «Урмистренко». Ну, я так понял, играет какую-то еще команду. Там, то ли на «Городе», то ли на «Орле». Я уже там это слышал. Не было еще нескольких ребят, по-моему, у «Динамо», если я не ошибаюсь. В принципе, «Динамовцы» играли чуть-чуть лучше. И мне кажется, что... Мне показалось, что игра шла до первого гола. Первый гол был забит секунд за 5-10 до свистка на перерыв. После подачи нападающий «Динамовца» забил головой. В перерыве состоялся горячий разговор в условной раздевалке «Нью-Лайфа». Долго искали виновного, практически до свистка на второй тайне. Нашли. Не знаю, нашли ли, но через 5 минут счет стал 2-0. И фактически игра было сделано. И мне кажется, что где-то, наверное, лучше была организация игры в «Динамовцах». Потому что все-таки моменты возникали в основном возле ворот «Нью-Лайфа». Ну и в целом, наверное, команда «Нью-Лайф», которая строит свою игру на контратаках, конечно, помятуя первую игру, когда «Нью-Лайф» выиграл на большевалке 4-3, то, наверное, команде все-таки удобнее играть по счету, то есть когда команда выиграла. Здесь они долгое время как бы играли в нулевую ничью, потом пропустили мяч, надо было где-то перестраиваться. Но тут же последовал второй, вскоре и третий. Я думаю, здесь более правильный подход к игре и более высокий класс «Динамовцев» сказался. Вообще «Динамо» отрадный. Мне вот в этой команде что нравится? Мне нравится в ней здоровый прагматизм. То есть команда не пытается выигрывать со счетами 8, 0, 9, но им это не надо. Они спокойненько там каждую игру выигрывают с перевесом 2-3 мяча и прекрасно себя чувствуют. То есть вот видно, что наверняка точнее, я уверен, что «Динамовцы» после 3-0 могли забить еще 3. «Динамовцы» после 3-0 ходов везде. Продолжение следует…»